Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Каждый любитель чего-либо имеет естественное желание иметь в своем распоряжении профессиональное оборудование. Сегодня мы хотим познакомить Вас с лабораторным микроскопом, вполне доступным начинающему любителю микробиологии, школьнику или студенту, и который может быть полезен для выполнения рутинных исследований в профессиональной лаборатории. Речь пойдет о биологическом микроскопе Сигета МБ-130. Ну, как говорится, лучше один раз увидеть, чем два раза посмотреть. Микроскоп Сигета МБ-130 поставляется в транспортной картонной коробке, внутри которой находится пенопластовая упаковка, надежно защищающая прибор во время транспортировки. Аккуратно разрежем скотч и разъединим половинки пенопластовой упаковки. Достанем сам микроскоп и познакомимся с его конструкцией и комплектацией поближе. В комплект поставки входит сам микроскоп, 10- и 16-кратные окуляры, синий светофильтр, флакон с иммерсионным маслом, парезащитный чехол и краткая инструкция на русском языке. Микроскоп поставляется в собранном виде. Для приведения его в рабочее состояние достаточно удалить все транспортные элементы, установить необходимый окуляр и подключить микроскоп к сети электропитания. Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, мы имеем дело с серьезным прибором. Корпус микроскопа выполнен из металла. Массивное основание вместе со штативом представляет собой цельное литое изделие, к которому крепятся остальные узлы микроскопа. Несмотря на серьезность прибора, он имеет вполне умеренные габариты. Поэтому он легко может поместиться на любом рабочем столе даже весьма ограниченных размеров. Микроскоп оснащен монокулярной насадкой, имеющей удобный наклон под углом 45 градусов. Окулярная трубка может вращаться на 360 градусов, что позволяет установить микроскоп в максимально удобное для работы положение. Обратите внимание на качественное матовое чернение внутри окулярной трубки. Оно практически полностью исключает появление посторонних бликов. Четыре ахроматических объектива данной модели, кратностью 4, 10, 40 и 100, установлены в четырехпозиционную револьверную головку. Для смены объектива достаточно повернуть револьвер в ту или иную сторону до характерного щелчка. 40 и 100-кратные объективы в рабочем положении располагаются практически вплотную к покровному стеклу микропрепарата. Поэтому есть опасность повреждения как самого препарата, так и объектива, если во время фокусировки объектив упрется в микропрепарат. Для того, чтобы избежать этой неприятности, 40 и 100-кратные объективы снабжены подпружиненными оправами. Кроме того, в конструкции микроскопа предусмотрен специальный стопорный винт. С его помощью можно ограничить движение предметного столика, тем самым предотвратить соприкосновение объектива со стеклом микропрепарата. Для получения высокого качества изображения на увеличении свыше 1000 крат в микроскопах лабораторного класса применяются 100-кратные иммерсионные объективы. Следует иметь в виду, что иммерсионный объектив полностью раскроет свои возможности только с применением иммерсионного масла, которым необходимо заполнить воздушный промежуток между передней линзой объектива и исследуемым образцом. После работы с иммерсией следует не забывать удалять остатки иммерсионного масла с оптических элементов объектива. В противном случае масло засохнет, и объектив станет нуждаться в серьезной чистке, а в некоторых случаях даже замене. Широкоугольные окуляры кратности 10 и 16 имеют линейное поле 18 и 13 мм. Корпуса окуляров, изготовленные из металла, имеют качественное чернение. Также окуляры имеют большой комфортный вынос зрачка. Оптические элементы окуляров имеют просветление синего цвета. Микроскоп оборудован достаточно большим координатным предметным столиком 125 на 115 мм с механизмом плавного перемещения препарата в поле зрения микроскопа. Вдоль обеих сторон столика нанесены координатные шкалы с дополнительными шкалами нониуса. Перемещение предметного столика вдоль каждой из осей осуществляется поворотом двух специальных коаксиальных ручек, расположенных непосредственно под ним. Настройка резкости изображения осуществляется путем перемещения предметного столика вверх или вниз. Для этого по бокам в нижней части штатива имеются две коаксиальные рукоятки. Большая отвечает за грубую фокусировку, а меньшая – за тонкую подстройку резкости изображения. Данная модель микроскопа оснащена серьезной системой освещения. Помимо яркого светодиода, система освещения данного микроскопа состоит из дополнительных оптических элементов, формирующих пучок света для равномерного освещения препарата по всему полю зрения микроскопа. Оптическая часть системы освещения состоит из коллекторной линзы, вкрученной в основание микроскопа, и конденсора АББЭ, представляющего собой оптический блок, состоящий из двух линз. Кроме того, конденсор имеет ирисовую диафрагму и держатель светофильтров. Для достижения равномерного освещения препарата по всему полю зрения, конденсор требует специальной настройки. А именно, необходимо выполнить его центровку и установку по высоте. Для центровки крепление конденсора имеет два специальных винтика, а для регулировки конденсора по высоте предусмотрена специальная ручка. Питание системы освещения осуществляется от сети 220 Вольт посредством сетевого адаптера. Для подключения адаптера на тыльной стороне основания микроскопа расположено соответствующее гнездо. По бокам основания расположены кнопка включения-выключения светодиода и рукоятка изменения яркости. Вращением рукоятки в ту или иную сторону изменяется яркость подсветки. Хочется обратить внимание на яркость светодиодной подсветки. Ее с запасом хватает для проведения наблюдений даже на максимальном увеличении в 1600 крат. Пришло время посмотреть, на что же он способен. С четырехкратным объективом микроскоп показал яркую и красочную картинку. Естественно, при визуальных наблюдениях в окуляр поле зрения больше. Обращает на себя внимание отсутствие хроматизма, равномерное освещение образца. Немного заметно по краям поля зрения падение резкости за счет кривизны поля. Стократное увеличение с десятикратным объективом показывает множество подробностей клеточного строения анатомического среза перца, тонкой кожицы чеснока. Отчетливо просматривается и внутренняя структура отдельных клеток. Сорокакратный объектив увеличение 400 крат. Анатомический срез соснового стебля. Детально и красочно выглядит инфузория туфелька. Очень подробно просматривается внутренняя структура клетки чеснока. Красные тельца человеческой крови. Тест стократного объектива проведем без иммерсионного масла. Наблюдения посредством цифровой камеры показали вполне хорошие результаты на увеличении тысячу крат. Подводя итог, прежде всего хочется отметить отличное качество картинки, отличную, хорошо продуманную механику, высокую яркость подсветки. То есть все элементы, которые отвечают за качество картинки, заслуживают вполне высокой оценки. Затруднительно даже указать на какие-либо недостатки этой модели. Мы их действительно не обнаружили. Добавим к этому еще и весьма умеренную стоимость. Учитывая все вышесказанное, эта модель микроскопа может быть смело рекомендована для учебной лаборатории, ветеринарной клиники или для домашней лаборатории, как начинающего, так и опытного любителя микробиологии или студента профильного вуза. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.